Всем привет ребят! У Федора уроки классные, а еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ, недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте. Всем привет! На связи Федор Васильев. И в этой серии уроков мы начинаем с вами проходить большую тему для новичков. Как создать каталог на Joomla полноценный или интернет-магазин. Об интернет-магазине у меня уже были курсы, но мне хочется сделать серию бесплатных уроков для YouTube, для своего канала. Именно по каталогу. Каталог называется DJ Katalog. Сейчас в данный момент перед вами вы видите шаблончик симпатичный, то есть демо данные, демонстрация. Такого вот каталога. Сейчас представлен каталог автомобилей. Шаблон от компании Joomla Monster. Здесь обычный каталог, да, то есть выглядит как каталог. Причем каталог универсальный. Можно использовать под любые товары. То есть не обязательно под автомобили. Имеется товар, имеется корзина. Можно добавлять в корзину товары. Можно делать фильтр сортировки и многое другое. Я с этим компонентом знаком достаточно давно. Ни один сайт я сделал на заказ на этом компоненте. Также был и автокаталог на заказ и каталог бытовой техники. И все было сделано на этом шаблоне. Сейчас этот шаблон я вам открыл. Просто покажу, просто показываю вам, что на нем будет построена серия уроков. То есть с нуля как это все сделать. То есть если вам нужен какой-то каталог или даже магазин, компонент DJ Katalog, так и называется, на нем это можно реализовать. Он достаточно легенький, то есть странички загружаются шустренько. И давайте поговорим далее. То есть прежде чем что-то начать делать, особенно для новичков информация здесь, необходимо понимать, что у нас должно быть на руках, чтобы мы могли стартовать. И потом у нас не возникла какой-то ситуации, что нам что-то не хватает. Я очень хорошо подготовился здесь. Просто уже из опыта знаю, что будет здесь нужно. И начнем сейчас по порядку именно с сайта разработчика данного компонента. Сразу хочу сказать, что действительно это и шаблон, и компонент не бесплатный, не дешевый. Представьте, годами этот компонент обновляется уже, разрабатывается. Естественно, это не бесплатно. Сам компонент разработчики является DJ. Не знаю, как по-английски это произнести. В общем, вот адрес сайта. Эта студия разрабатывает разные расширения. То есть, возможно, вы знакомы. То есть, вы можете прямо перейти на сайт со мной и поизучать. Например, DJ объявления. То есть, это компонент, который ставится на Joomlau. Это доска объявлений. То есть, такая серьезный компонент для доски объявлений. Чтобы люди могли свои объявления, как бесплатные, так и платные. Ну, не могу сказать, что это типа Авито, потому что Авито все-таки самописный скрипт, который команда разработчиков годами там обновляет, делает. Хотя DJ вот эти обновления. То есть, он у нас тогда сейчас переводит браузер, да. Если мы посмотрим без перевода, это DJ Classifield. То есть, компонент называется. Но сейчас речь не об этом. Немножко отвлекся. Разработчики делают, значит, DJ Mega Menu компонент. У меня об этом были уроки. И мы будем... Эта серия уроков будет посвящена вот DJ Catalog. По поводу других расширений. То есть, я уже с этими расширениями, со многими расширениями хорошо знаком именно от этих разработчиков. Если перейдем на мой сайт, перейдем на уроки, уроки Joomlau. Уроки по расширениям на вкладку. То вы здесь можете найти уже серию уроков, готовую. Значит, DJ Rating. Вот здесь вот перейти на кнопку и смотреть уроки. То есть, это расширение от этого же разработчика. Уроки уже записаны. И DJ Mega Menu. Тоже есть у меня уроки. Пришло время записать уроки именно уже более такие длинные, глобальные. Потому что там много настроек. Долго о чем можно рассказывать. Хочется, значит, сделать серию уроков по DJ Catalog. Потом я планирую по DJ Classy Fields записать. Переходим, значит, на DJ Classy Fields. О, точнее, DJ Catalog. И что мы должны здесь понимать, да? Во-первых, здесь, если вы первый раз можете ознакомиться. Вот здесь все. Они красивенько описывают, да? Какие платежные системы можно подключить. Конечно же, сразу недостаток. Русских нет платежных. Ну, PayPal, я не знаю, можно считать. Мне кажется, в России мало кто и пользуется. То есть, для России, конечно, не сделали. Может, отдельно кто-то продает плагины. Скорее всего, есть отдельные какие-то разработчики, которые уже сделали плагины для русскоязычного населения. Ну, какой-то из плагинов я рассмотрю. Возможно, PayPal. То есть, как подключить, настроить. Вот здесь вот информация, видите, показана, что можно легко переключить шоп-магазин и каталог. То есть, переключаешь просто и добавляются новые опции, да? И вроде как будет более близок к полноценному именно магазину, интернет-магазину. Эту опцию я еще сам не смотрел. Это уже более новая опция. Я давненько этот каталог уже не изучал, не просматривал. Изменения не следил. Здесь будет интересно посмотреть на кнопку, если кликнуть интеграция. Что нужно знать, да? Здесь показаны вообще расширения, как их, так и других разработчиков, с которыми, то есть, интегрируются, то есть, легко совмещаются. То есть, например, не будет каких-то проблем, да? Или, ну, то есть, например, поплыл дизайн, или как-то какие-то ошибки полезли. Вот когда есть совместимость с какими-то другими расширениями, значит, оно, скорее всего, встанет как родное. Например, плагин коммента. Это система комментариев. То есть, это такой мощный компонент. Ну, то есть, форма комментариев под товаром, например, в каталоге. Вот, например, это сторонний компонент, и вон, видите, есть интеграция. Ну, Discuss, тот же самый сервис, да, комментариев. Подключается в Facebook комментарии. Комментарии от J-Comments. Вот показаны здесь, какие есть интеграции. Тоже надо знать, если вы новичок. Ну, соответственно, ценообразование. Ну, цены я уже не буду обсуждать. Тарифы смотреть. Здесь уже сами сможете посмотреть. Цены, да, не дешевые. Что здесь важно смотреть, да? Важно смотреть здесь еще шаблоны. То есть, смотрите, мы... У нас есть Joomla, да? Теперь у нас есть понятие, как построить каталог. У нас есть компонент полноценный. Просто надо его установить, настроить. Но это тоже не быстро, да? Там много настроек. То есть, DJ Catalog 2. Это компонент каталог для нашего сайта. Но отображение на обычном шаблоне, я не знаю, может быть, и будет смотреться нормально. Например, ProtoStar шаблон. Но, возможно, будет как-то некрасиво. Поэтому лучше использовать шаблон, который специально также затачивался под этот компонент разработчиками. Такие шаблоны имеются. Вот здесь есть шаблоны сайтов. То есть, это то, что нужно знать вам еще. Здесь показаны специальные шаблоны. То есть, не просто шаблоны, а специальные. Они уже с товарами, то есть, выглядят. Именно которые заточены под этот компонент. Здесь просто можно на миниатюры эти смотреть и выбрать их не так и много. То есть, если вам понравился какой-то шаблон вообще другой, вы его поставили, будьте готовы к тому, если вы не знаете код KSS и HTML, то есть, именно править как его, да, там, настраивать в свободном, так сказать, пользовании, то сразу, как новичку, лучше шаблон брать, ну, то есть, отсюда. Возможно, какие-то еще разработчики делают шаблоны, я не знаю, именно под DJ каталог. Но знаю, что вот есть джумла монстр, да, которые делают такие шаблоны. Здесь что нужно дальше понимать? Вот по миниатюре, если вам непонятно, ну, естественно, надо погулять по страницам, посмотреть там товар. То надо перейти на демонстрацию шаблона. Надо нажать вот детали на эту кнопку. Но на детали, если мы перейдем, там будет общая информация. А если сразу посмотреть демонстрацию шаблона, как он есть, то есть, примерно, как он будет выглядеть у вас, когда вы наполните его своими товарами, то надо нажать на демо. Ну, я думаю, здесь понятно. Я выбрал вот этот шаблон, то есть, я с ним уже работал. И здесь еще каждый шаблон имеет три вариации. Вот, смотрите, если мы с вами нажмем детали, нас, кстати, перебросит сразу на другой сайт, joomlamonster.com. То есть, получается, вот этот разработчик, который делает расширение, вот, DJ каталог, он сотрудничает с конторой Joomla Monster. И Joomla Monster разработала шаблоны для этого каталога. Вот так примерно это звучит. Вот этот шаблон также можно видеть в скриншот, но если нам это ни о чем не говорит, то нам надо прокрутить чуть ниже. И здесь мы с вами увидим вот три вариации. То есть, представьте, вот демо-версия. То есть, на одном шаблоне можно сделать три вариации. Вот три. Разные. Не обязательно мебель или тут вот путешествие, или что, я не знаю, и автомобиль. Взять любой шаблон, который вам понравился, там, по цветовой гамме, по расположению, там, логотипа, меню. Ну, его взять и товаром наполните любым своим абсолютно. То есть, здесь нет какой-то привязки. Потому что есть такие компоненты, которые привязаны, например, только к меню, что-то связано с едой. Или есть специально заточенные там какие-то футбольные, подфутбольные там матчи и так далее. Или под только каталог автомобилей специально заточенные есть. Естественно, там они могут, вот, например, специально заточенный каталог для автомобиля, он не подойдет, например, для ресторана, для еды, да. Потому что есть такое. Вот как раз-таки это не наш случай. Здесь компонент заточен под любую сферу, так сказать. И из трех вот этих вот, как выбрать, да, нам нужно их также посмотреть. Просто кликаем на картинку и в новой вкладке открывается уже демонстрация. То есть, как оно будет выглядеть. Ваша задача погулять по страницам, посмотреть, что здесь есть. Боковое менюшку. Ну, они, в принципе, между собой, они похожи. Вот, зайти там внутрь, походить. Соответственно, если этот заинтересовал, кликаем по нему. Соответственно, если про машины заинтересовал, вы в начале урока его видели, я вам его показал, да, то гуляем по страницам. Это что касается с точки зрения ознакомления. То есть, у нас должен быть компонент, должен быть шаблон. Шаблон, это, естественно, тоже платный. Следующий этап. Нам нужно разобраться и на структуру папок. То есть, когда у нас на компьютере уже это все есть. То есть, есть компонент, есть шаблон. Там тоже нужно понимать. Изначально новичок просто запутается. Куча архивов и что за что отвечает, непонятно. Как раз сейчас я вам покажу, очень доходчиво, да, какой архив за что отвечает. Итак, начнем с шаблона. У вас обязательно должно быть, прежде чем мы что-то начнем делать, три архива. Ну, может быть, два. То есть, если вам русский язык, это не обязательно. Потому что у нас есть и перевод. И для шаблона русскоязычный, да, и для компонента. То есть, админка и сайт все будет на русском. Здесь с этим проблем нет. Потому что, выбирая компонент, если он большой и не локализован, то представьте, вся админка на английском, фронтальная часть на английском. Ну, ладно, админка, да. Разобраться будет только дольше, если английский не знаем по настройкам. Ну, а фронтальную часть переводить нужно обязательно, да. То есть, вот главную страницу и все страницы, которые будут видеть пользователи, обязательно должно быть на русском языке. Если, конечно, мы делаем сайт для России. И у вас архивы будут выглядеть так же. И вы прекрасно будете понимать после того, как я вам сейчас объясню, зачем архив каждый здесь нужен. Вот этот нижний, да, это у нас, вот даже по названию видно, это русификатор именно для шаблона. Дальше. Вот этот плагин Framework. Он бесплатный. Сам плагин, как ни странно. То есть, этот плагин можно официально скачать с сайта Joomla Monster, да. Но нужна регистрация на сайте, обычная регистрация. Но нам плагин это ни о чем не говорит. Нам нужен все архивы. То есть, плагин ставится вместе с шаблоном. То есть, без этого плагина шаблон, он будет без настроек абсолютно. Без него ничего не получится. Он нужен. А дальше идет сам шаблон. То есть, сам шаблон имеется в виду вот этот шаблон, да, который мы, который я выбрал. Следующие архивы. Два архива русификатора для самого компонента DJ Catalog 2 и полный пакет самого каталога компонента, да. Но это еще не все. Чтобы нам не запутаться, вот этот архив, чтобы нам не мешал, я создам новую папку. И просто архив с компонентом перенесу в эту папку. Зайду в папку, и здесь нам нужен этот архив. То есть, представьте, вот вы купили, например, этот компонент, и новички обычно, как ошибаются, они сразу его несут в Joomla, устанавливают, и у них ничего не получается. Потому что это огромный архив, и там много чего есть. Нам нужно извлечь этот архив обязательно. Сам архив вот этот можно удалить. Внизу мы видим с вами DJ Catalog 2. Вот в конце, видите, DJ 3. Это значит для третьей версии Joomla. И есть архив для Joomla 2.5, который уже не поддерживается, да. Соответственно, мне и вам он никак не нужен, вы можете также удалить. Для версии Joomla 2.5 он не нужен. То есть, вот это сам и есть компонент. Если мы с вами его откроем, здесь куча плагинов. И сразу вот здесь мы можем видеть с вами файл, очень важный, .xml. Это файл установщик. Если он в корне лежит, значит этот пакет корневой. Значит, то есть он напрямую, мы можем в Joomla перетащить его, и он установится корректно. Без каких-либо ошибок. Ну, по крайней мере, должен установиться. Следующие папки мы не все будем использовать. Например, плагин. Дополнительный плагин. Разберем его позже. Следующие это платежные плагины. Вот видно в конце подписан, видите, у каждого. Например, PayPal. Какой-то из них будем использовать. Возможно, PayPal. Языки. Разные языки. Также есть русский. То есть, этот русский язык, он идет именно от самих разработчиков. Я же использую сторонний русификатор от сторонних разработчиков. И плагины интеграции. То есть, с другими расширениями. Xmap, карта сайта, Joomcomments и так далее. Возвращаемся к трем архивам с шаблоном. Я здесь не все вам рассказал. Сам вот этот шаблон, он тоже не является шаблоном. Его тоже нужно распаковывать, чтобы вам не путаться. Я также создам папку и сам шаблон перенесу сюда. Здесь обязательно извлекаем. Сам архив удаляем. Удаляем. И вот здесь вот тоже сейчас я буду вам рассказывать. Во-первых, мы имеем три Quick Start. Вот раз, два, три снизу. То есть, не надо пугаться кучей архивов. Здесь, на самом деле, просто нужно понимать. То есть, смотрите. Помните, мы с вами смотрели три шаблона. То есть, три шаблона. Раз, два, три. Во-первых, что такое Quick Start? Еще расскажу. Возможно, кто-то не знает. Quick Start – это быстрый старт. То есть, это готовый архив с предустановленными настройками Joomla. То есть, включая саму Joomla. В состав входит и компонент, и шаблон. И все настроено. Если мы этот Quick Start установим, например, куда-то там на Open Server, на локальный сервер или на хостинг, то он будет выглядеть как демо-данные. То есть, вот так вот сразу с картинками, со всеми делами. Зачем это нужно? Это шпаргалка. Мы можем заходить в админку быстрого старта и, например, подглядывать, как что там настроено. Вот я не привык, например, пользоваться инструкцией. То есть, на сайте разработчиков есть инструкция подробная, как что устроено. То есть, два пути у нас. Пользоваться инструкцией или быстрым стартом. Иногда быстрого старта недостаточно, чтобы что-то понять. Приходится прибегать к инструкции разработчика. Я пользуюсь быстрым стартом. То есть, ваша задача будет, ну, либо поставить быстрый старт, либо просто смотреть мои уроки. Я буду сам обращаться в быстрый старт и брать какие-то перемены. Например, английский, если плохо знаем, мы можем ошибиться. Например, какой-нибудь CSS класс модуля. Нам нужно прописать, чтобы выглядел меню именно так, как в демо. Без этого меню не будет выглядеть так, как нам нужно. Соответственно, очень удобно заходить в админку быстрого старта, копировать всякие переменные, это кусочки кода, да, и вставлять их к себе просто на сайт, на рабочий сайт. То есть, на чистую джумлу, на компонент джейкаталог 2. Чтобы у нас все выглядело так, как вот задумано, как вот демо сделано, да, разработчикам. Нам понравился этот шаблон, и чтобы так же выглядело, мы будем это делать. Соответственно, вы можете ставить любой QuickStart, то есть это сайт, да, ну, там OpenServer или хостинг, где угодно. Тот, который вам понравился из этих трех, то есть вот Cars, вот для автомобиля, вот этот QuickStart, я его уже поставил. Дальше идут PSD-данные, то есть это формат фотошопа, PSD через фотошоп открываете, и один буквально, да, там, скорее всего, будет макет шаблона, который можно как-то там править, но я никогда не пользовался этим PSD, может быть, кому-то пригодится. Дальше, Manual, это вот как раз и есть поддержка, то есть надо запускать вот этот индексный файл, то есть вам нужно этот архив распаковать и запустить вот этот индексный файл, откроется ваш браузер, и там на английском языке будет инструкция полная по настройке данного компонента. То есть я им тоже пользуюсь периодически. И вот уже дальше, ребят, идет два как раз-таки шаблона только лишь. То есть вот этот вот JM Appartments, он так и называется, этот шаблон, вот это вот, это и есть самый основной шаблон, то есть основной шаблон, вот этот шаблон, вот основной, но здесь есть такое понятие, как внутренняя тема. То есть без установки специальной внутренней темы у нас не будет все так выглядеть красиво, как на демо. Например, вот как сейчас я помню, вот видите, при наведении вот этот перелив, его вообще не будет. Я когда изучал вначале этот компонент, я долго не мог понять, почему этого перелива нет, не мог найти настройки. А на самом деле нам нужна вот эта еще тема, она по весу отличается. Смотрите, основная тема, она более тяжелая, чтобы вам лучше ориентироваться, 495 килобайт. А вот это вот, где подписано в конце, видите, тема, она 25 килобайт всего. То есть вот эта тема ставится после. Сначала шаблон ставится, потом вот эта тема. И вот эта тема, она обязательно нам нужна. Это, так сказать, внутренняя тема. Вот такие вот моменты. Нам нужно знать, прежде чем мы что-то начнем делать. Соответственно, в рамках этого курса я не буду показывать, как ставится джумла или прибегать к объяснению каких-то настроек джумла, не относящихся к этим урокам. И квикстарт тоже показывать я не буду, как ставится. Если вы совсем не знаете, как это делается, посмотрите мои другие уроки на канале или почитайте в интернете. В этих уроках я буду строго настраивать только каталог. И затрагивать какие-то другие расширения или саму джумлу только те, которые будут непосредственно касаться темы урока нашего каталога. Итак, я вхожу в админку джумлу. То есть я установил чистую джумлу на локальный сервер. И давайте все потихоньку устанавливать. Соответственно, на чистую джумлу никаких квикстартов мы не ставим. Это только отдельный сайт. Еще раз уточнение сделаю для новичков. Из шаблона мы ставим сначала с вами вот это вот. Видите, прям по названию. Джим, диджей апартамент. Сначала ставим тему, например. То есть сначала можете поставить каталог, тему, неважно. Если... Просто у меня сейчас открыта была папка с темой, поэтому я устанавливаю тему. Тему установили. Дальше. Опять переходим в установка. Соответственно, вот как раз таки тема не ставится стандартным способом на джумлу. То есть она у вас не установится. Сначала давайте установим компонент диджей каталог 2. Открываем папку с нашим каталогом. Убедимся, что это он. Да, вижу XML файл. Устанавливаем компонент каталога диджей каталог 2. Ждем, когда у нас исчезнет прелоудер джумловский. То есть когда установится наш компонент. Итак, установка пакета успешно завершена. Если посмотрим в компоненты, вот он диджей каталог. Видим, что он не на русском. Давайте поставим русификатор. Русификатор ставится также поверх. Посмотрим. Видим, что вот это меню у нас все на русском. И внутри у нас, скорее всего, все будет на русском языке. Сейчас уже подзабыл. Попробуем поставить тему, вот эту, которую я вам говорил, поверх. То есть мы установили компонент диджей каталог. И пробуем стандартным способом установить тему. Да, я немножко ошибся. Я вам сказал, что эту тему не надо ставить поверх. Она не поставится. На самом деле она ставится. Но только после каталога. То есть после установки диджей каталога. Если в другом порядке, вам здесь будет предупреждение, что диджей каталог не найден. Сейчас мы можем видеть, что система Joomla нам говорит, установка файлов успешно завершена. Давайте перейдем в диджей каталог. Перейдем вот здесь справа в углу настройки. Я вам просто сразу покажу. А вот здесь вот, видите, главные настройки, тема. У нас изначально здесь в списке было только вот это и дефолт. А теперь, видите, диджей апартамент появилась. Это и есть та самая тема, которая нам нужна, если мы хотим, чтобы демо выглядело так же. Чтобы у нас сайт выглядел так же, как на демонстрации. Сразу его выберем и сразу сохранить и закрыть. Мы будем с вами действовать таким способом. Во-первых, кстати, на данный момент запись урока. Версия Joomla последняя 3.8.12, вы это видите. И версия компонента, здесь тоже можно видеть. То есть ваша версия, моя. И последняя 3.7.2 на момент записи урока. Теперь по настройкам. Здесь на самом деле большое количество настроек. Вы это видите. И если я начну объяснять каждую настройку, вот здесь вот, это будет, во-первых, скучно и непонятно. Представьте здесь, вот полно. Я буду прибегать как к той или иной настройке по мере необходимости, по мере настройки самого сайта. Видя, что я делаю, я прибегаю к той или иной настройке, настраиваю. Вы видите, что изменилось и сразу будете понимать, что здесь к чему. И, соответственно, главное понимать, с чего начать. Чтобы что-то настроить на таких больших расширениях, на таких компонентах, чтобы что-то сделать, нужно сначала наполнить немножко сайт. То есть это создать категории под наш каталог и наполнить товарами. Ну, десяток категорий, десяток товаров. Потом мы уже сможем двигаться. Мы будем видеть, как это все выглядит на сайте. Создадим страницы и уже будет проще. Я для примера буду использовать каталог. Ну, как будто бы я делаю каталог для цифровой техники, для фотоаппаратов. То есть Canon, Sony и так далее. Просто возьму данные с левого код магазина. Это просто как пример буду я использовать, да? Но это уже не важно. А вы уже потом сможете, пройдя эти уроки, создать самостоятельный себе каталог уже под свои товары, уже реально рабочий сайт. Соответственно, я опускаю подробности. То есть что такое домен, что такое SSL, что такое хостинг, что такое open server, то есть локальный сервер. Если вы совсем новичок, то вам это надо знать в первую очередь. И go на мой канал. Канала вы знаете, наверное, да? У YouTube есть свой поиск. Находите там про SSL информацию, видеоурок. Находите про домен, про хостинг и сначала все это изучаете, потому что сначала нужно иметь понятие, то есть где сайт лежит, как его люди находят и так далее. А потом уже по этим урокам движемся дальше. Итак, давайте мы с вами так быстренько пробежались, просто глянули, окинули взглядом наш компонент DJ каталог. Теперь давайте окинем взглядом шаблон, что из себя представляет. И сразу его включим. Вот он DJ апартамент, нажимаем напротив сразу на звездочку, то есть делаем его активным, заходим внутрь. Да, и мы с вами не все установили, здесь нет настроек, я видимо забыл. Framework нам плагин обязательно нужно также установить. Возвращаюсь я в папку с шаблоном, вот этот плагин Framework, вот как он выглядит. Я вам вначале сказал, что без него шаблон не будет работать. Я его видимо забыл установить. Вставим его, он установился. Убедимся, что он включен, переходим в плагины. Он выключен, вот он Framework, вы это видите. А вот это все, кстати, если вы не знаете, вот все, что выключено, это все плагины, установившиеся вместе с компонентом DJ каталог. То есть какие-то нам пригодятся мы будем использовать, включим и настроим, какие-то нет. Переходим во Framework. Здесь ничего не надо, только включить. Сохранить, закрыть. Давайте теперь перейдем еще раз в шаблон. Перейдем в диджей апартамент. И как только плагин установлен и опубликован, вы вот здесь вот такие кнопки сразу увидите. И уже русский я оставил, видите, тоже на русском языке. Здесь тоже, кстати, в этом шаблоне будем ходить по настройкам. Ну, например, банально загрузить логотип. Тут, в принципе, не так уж и сложно. Я буду возвращаться сюда к настройкам, когда будем настраивать сайт. На самом деле, не сложный шаблон, не так уж и много здесь всего. Хотелось бы, чтобы такие шаблоны были более гибче. То есть я даже вам так скажу. Немножко они тормозят. Имеется в виду не в плане скорости, а в плане развития. То есть вот этот фреймворк EF4, он как бы пора бы уже сделать, например, EF5. И сделать его каким-то там более гибким, ближе к какому-то конструктору, что ли, страниц. Не хватает этого уже. То есть так-то задумка прикольная, шаблон хороший, но чувствуется, что не хватает этому шаблону немножко гибкости в настройке. Ничего с этим не поделаешь, да. Для простого сайта, каталога, даже не простого, а очень даже стильного и мощного, этих настроек вам хватит. Только если вы сайт будете кому-то на заказ сделать, по зависимости от запросов клиента, да, может так получиться, что каких-то моментов не хватает в шаблоне. И придется ручками немножко прописывать код. Итак, шаблон, мы видим, что он активный. Перейду на фронтальную часть сайта. Сейчас видим ProtoStar шаблон родной Joomla. Обновляю страницу. Видим, что у нас что-то изменилось. Ну, здесь я просто статьи накинул. Смотрим здесь, видим по копирайту, что сейчас активен именно шаблон, то есть от DJ Monsters. Шаблон виден. Как я уже сказал, сначала мы с вами создадим категории. Переходим в DJ Catalog, переходим к категории. Категории создаются абсолютно так же, в принципе, как и категории Joomla. Нажимаем создать. Просто называем категории так, как они у вас будут называться. Например, если у меня фотоаппараты, то я пишу Canon, Sony и так далее. Соответственно, первый Canon. Альяс не прописываем, да? Это псевдоним, название. Источник, пока не трогаем, корневая категория. Состояние публиковано. Доступ тоже паблик. Дата создания автора я не указываю, но автор, я не знаю, если у вас несколько авторов, можно просто выбирать из списка авторов. Супер юзер, то есть я. Описание самой категории. Ну, не знаю, нужно ли само описание для самой категории. Например, фотоаппараты Canon. Даже вот так напишем цифровые. Далее вы будете понимать, где это все отображается. И это можно будет выбрать в настройках отключить или показать. Цифровые автораты Canon. Дальше параметры публикации. Так как у нас компонент на русском, вы частенько наводите мышку вот на заголовки, да? Потому что здесь сразу в некоторых моментах становится все понятно. Вы можете ввести произвольный заголовок страницы, который переопределит заголовок товара. Но, опять же, если пока не понимаете, где переопределит, оставляем пустым. Там, где нужно обязательно заполнить, я вам сообщу. Мета-описание страницы, то есть title, желательно заполнять. Но эта категория, в принципе, можно взять отсюда. Title, то есть небольшой какой-то заголовок. То есть это заголовок, а вот мета-описание здесь... Я просто продублирую, но здесь можно расписать несколькими предложениями эту категорию. Это полезно. То есть вот этот title и мета-описание, это для SEO, то есть для поисковых машин, чтобы лучше индексировался наш сайт поисковыми машинами. Я вам скажу так, вот эти два поля ни в коем случае пустыми не оставляем. Именно по теме вашей категории. То есть категория, что это такое? Категория, которая имеет множество товаров в какой-то одной тематике. То есть вот фотоаппараты Canon, их же много моделей. Вот эти все разные модели, они хранятся в какой-то одной категории. Вот сейчас мы категорию для Canon создаем. Мета-ключевые слова, ну здесь под вопросом. То есть можно через запятую перечислить ключевые слова. То есть, например, Canon, там фотоаппараты, тоже для поисковиков. Но почему под вопросом, ну говорят, что это уже плохо работает и не особо это важно, вот это поле. Ну я сейчас тоже уже в последнее время не заполняю это поле. Хотя это поле, видите, не исключают разработчики, это поле оставляют. Ну то есть на усмотрение человека. Кому-то надо заполнять, я не заполняю. Самое главное вот эти два поля заполнить. Сохранюсь сразу. Дальше. Изображение. Смотрите, нам изображение нужно будет только в том случае, если мы будем с вами выводить список категорий где-то на странице. Но чтобы они красиво смотрелись и чтобы категория была фотография. Пока, наверное, пропущу. Если что, потом закинем фотографии. Главные настройки. Пока здесь ничего не трогаем. Оставляем все по умолчанию. Сначала надо просто наполнить. Дальше. Категории. Также настройки не трогаем. Под категории не трогаем. Список товаров. Видите, сколько настроек. Но они, как правило, дублируются. То есть по умолчанию сюда. Возможно, мы даже не будем здесь ничего менять. И страница товара. Тоже есть куча настроек. Тоже не трогаем. Вот основные мы с вами задали. Еще раз сохранюсь. То есть, смотрите, я сейчас ставлю на паузу и создам еще аналогично абсолютно несколько категорий. Сони тоже фотоаппараты и так далее. То есть просто нет смысла повторяться мне. Вы также сейчас наполняете. А значит, если вы за мной повторяете, наполняете своими товарами. Создайте десяток. Для закрепления информации. Десяток на первое время категорий по вашей теме. Да, кстати, создавая вторую категорию, источник, вы здесь можете увидеть, видите, Canon. То есть здесь, получается, можно сделать, если это нужно, чтобы категория Nikon не была корневой, а у нее был родитель. То есть выбираем Canon и категория Nikon будет под категорией считаться. Я остановился на четырех категориях. В принципе, мне этого будет достаточно. Дальше закрываем и давайте для этих категорий, вот видите, если изображений нет, будет помечаться такими вот знаками. Да, во-первых, список категорий, да, то есть вот как сейчас он есть. Если мы перейдем в DJ каталог, если мы перейдем вот сюда категории, вот они и есть, эти категории. Здесь можно менять местоположение. Значит, кликнув, кликая вот по этим стрелочкам, да, вот этот, стала марка, например, выше. Ну и, соответственно, там удалить, вот удалить, если нужно категорию. Уже такие моменты я не останавливаюсь. Я думаю, здесь и так это понятно. С товарами чуть подольше, то есть мы можем вот здесь вот слева также переходить по менюшкам, например, товары. Видим, нет ни одного товара, нажимаем создать. Также название товара, то есть вот как, например, у меня цифровой фотоаппарат Canon и сразу модель товара и черный цвет сразу можно вписать в заголовок. Алиас не прописываем, прописывается автоматически. И артикул здесь, конечно, можете прописать, то есть как в магазине, интернет-магазине, бывает артикул у товаров, можно прописать. Ну, я, например, поставлю 001. Дальше, краткое описание. И если ниже прокрутим, видите, есть еще описание полное, то есть разделите ваше описание. Я вставлю описание и, скажем, пускай будет вот до сюда. Это будет краткое описание, а, соответственно, здесь я вставлю все описание. Ну, сейчас уже не помню, возможно, я сейчас его вставил полностью, будет ли оно дублироваться. То есть, если что, можно будет сюда вернуться и часть текста удалить, которая у нас здесь. То есть, вдруг будет дубликат. Я просто сейчас уже не помню, посмотрим, когда на сайте выведем эти всем материалы. Значит, сначала вы прописываетесь также описание, дальше смотрим в правую часть состояния опубликовано. Как раз-таки категорию выбираем, которую только что создали. Соответственно, если фотоаппарат Canon, я выбираю здесь Canon. Какое-то новое поле, раньше я его не видел, значит, категории, в которых товар будет отображен, также выбор из наших категорий, ну, виден будет в категории Canon. Ну, здесь полагается, что товар, возможно, будет относиться к разным категориям. Такое тоже может быть. Как вы видите, здесь можно перечислить несколько категорий. Возможно, это будет очень даже полезно, кстати. Но, так как оно относится только к Canon, поэтому оставляем Canon. Мы с вами не создали еще производителей, здесь поэтому список пуст. В принципе, наверное, мы их тоже создадим. Ну, производитель Canon, то есть информация о самом производителе, это тоже нужно, если у нас каталог. Потому что у нас, по сути, даже как интернет-магазин, каталог интернет-магазин, да, они недалеко друг от друга. Соответственно, пока ничего нет, создадим тогда позже. Родитель, родители пока пропускаем. Доступ для всех. Также можно выбрать популярный, но пока я ничего не выберу. Я вам потом покажу, где это отображается. Также этикетки пока пропускаем поле. Потом с вами рассмотрим детальнее. Пока нужно наполнить товарами. Дальше есть кнопка «Похожие элементы», но нам нужно сначала сохранить товар. Давайте сохраним. После сохранения здесь меняется кнопка. Нажмите, чтобы назначить. Пока тоже пропустим, потому что товар у нас только один. Позже с этим разберемся. У нас имеется множество вкладок. Вкладка доступна. В корзину можно добавить только доступные товары. То есть, например, если они есть в наличии. Оставляем «Да». В наличии. Да, нет. То есть конкретный товар. И в наличии всегда. Можно покупать только те, которые есть в наличии. Оставляем «Да». Сколько товаров в наличии. Например, 5 штук. Единица. Пока вот это мы не трогаем. Вернемся позже. Цена данного товара. 27,980. Вот эти опции налога пропускаем. Специальная цена пока тоже пропускаем. И налоговая ставка. И модификатор цен пока тоже пропускаем. Будем рассматривать более детально. Несколько позднее. Следующая вкладка. Параметры публикации. Вот то же самое. То есть заголовок страницы. Я его копирую отсюда с названия. Прописываю здесь. Вы можете ввести в виде произвольный заголовок страницы, который переопределит заголовок. Ну здесь, если надо переопределять. Если мне не надо переопределять, я его не буду заполнять. А вот мета заголовок. То есть именно мета. Это для поисковиков. Я дублирую заголовок. Но можно его как-то по-другому написать. Используя ключевые слова. Мета описание. Но здесь я просто продублирую заголовок. А вам здесь, конечно, нужно краткое описание этого товара дать. Ключевые слова я здесь пропускаю. Дата создания, автор, дата модификации, начало публикации. Вот это все можно не трогать. Изображение. Здесь нужно загрузить изображение товаров. Как правило, это может быть несколько изображений. Перед тем, как загружать изображение, сразу совет. Изображение обязательно все прогоните через Tiny PNG или Tiny JPEG. Вот этот сервис. Этот сервис сжимает изображение без потери качества. Но перед тем, как изображение загнать в Tiny PNG, например, на фотошопе, на всякий случай сделайте их. То есть подготовьте изображение для каждого товара одного размера. Чтобы не было такого слишком большой там Full HD и потом 600 на 600. Ну и, соответственно, размер изображения не делайте слишком большой. Мне кажется, достаточно по ширине не больше 900 пикселей. То есть 900 пикселей, мне кажется, будет достаточно. Загрузить изображение можно перетащить сюда вот эти файлы или добавить файлы. То есть выбрав их с компьютера. Я нахожу изображение для данного товара. Вот у меня, видите, по ширине 900. 900. Они все 900 по ширине. Выделяю все. Открыть. И ждем, когда система нам это все подгрузит. Далее мы можем вот так вот, видите, наводя мышь на вот эту иконочку перемещать местами. Задать название каждой фотографии. Но я не знаю, нужно это или нет по поводу названий. И также можем удалить, если вдруг это изображение нам не нравится или нам это не нужно. Нажмем сохранить. Дальше вложение. Если какое-то есть вложение к товару, можем добавить. Я пропускаю. Место положения, если нужно. Адрес. Почтовый индекс. Мы сюда еще с вами вернемся. Пока я не прописываю здесь ничего. Также атрибуты, они у нас не созданы. Атрибуты товаров, это, например, там размер дисплея. Матрица какая, да. Вот эти все параметры фотоаппаратов. Мы с вами их даже не задали. Мы с вами их позже будем задавать. Следующие вкладки комбинации параметры. А пока пропускаем. Сохранить, закрыть. Один товар есть. Аналогичным способом я добавлю еще несколько товаров в те категории, которые я создал. Именно так же, по аналогии, вы создаете несколько товаров для других категорий, чтобы немножко наполнить наш каталог. И продолжим уже с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok